рассказывать о сергея дягилеве очень трудно по в первую очередь двум причинам во первых воспоминания о нем его современников крайне противоречивы люди его обожали и люди его ненавидели иногда это были одни и те же люди кроме того рассказывая такой фигуре как дягилев рискуешь скатиться в стиль который очень часто используют рассказывая о знаменитых спортсменах когда начинают просто перечислять соревнования в которых они участвовали олимпиады их победы и их золотые медали и превращают биографию просто в список который слушать будет очень занудно и неинтересно я хочу познакомить вас с сергеем дягилевым человеком который зажигал звезды это был человек уникального таланта он умел распознавать талант других людях и давать им шанс рискуя при этом рискуя своей репутации идя наперекор сражившемуся общественному мнению он был человеком неуемной энергии что собственно говоря и лежало в основании всех его конфликтов с людьми и всех его успехов он был большим энтузиастом искусства и он заражал своим энтузиазмом других людей он искренне восхищался всем прекрасным что он видел в жизни и он не успокаивался до тех пор пока другие люди не начинали видеть так как он не начинали понимать что хорошего он видит в этих вещах в этих новых интересных необычных иногда шокирующих вещах сергей дягилев происходил из семьи живо интересовавшийся искусством дом его родителей был центром культурной жизни перми где он вырос у них устраивались регулярные музыкальные вечера и мачеха которая очень любила сережу и вырастила его за место его родной матери которая умерла очень рано привела ему любовь к музыке и отличный вкус и поэтому когда сергей дягилев после школы поступает по настоянию отца на юридический факультет петербургского университета он параллельно начинает учиться в консерватории он учится музыки композиции и пению он думает что он сможет выступать на сцене он стремится стать композитором певцом и музыкантом у него был приятный баритон у него было огромное желание совершенствовать свои таланты чего у него не было так это этих самых артистических талантов по крайней мере так сказал римский корсаков его учитель как-то раз он отвел его в уголок и довольно прямолинейно если не грубо сказал сергею что из него ничего не выйдет кроме как очередного дилетанта для дягилева это был большой удар и на несколько лет он перестает практически заниматься музыкой и даже не пытается стать профессиональным музыкантом и всю свою энергию и все свои ресурсы он обращает на изобразительное искусство ему было всего 25 лет когда он организует свои первые выставки первая выставка была выставкой британских и немецких акварелистов в петербурге и это была между прочим первая в россии выставка зарубежных художников организованная частным лицом они организации частным лицом молодым человеком 25 лет затем он организует выставку которая его уже прославила это была выставка российских и финских художников на этой выставке он впервые дает шанс молодому врубелю эту выставку уже окружала атмосфера скандала потому что врубель самого начала был врубеле и широкая публика а также многие маститы и критики были абсолютно не готовы к этому стилю видно ли у самых отчаянных из французских декадентов что-нибудь гаже нелепее и отвратительнее того что нам тут подает господин врубель возмущался маститый критик владимир васильевич стасов саму выставку он назвал оргией беспутствия безумия а ее устроителя декадентским старостой критики абсолютно не стеснялись в эпитетах когда они клеймили это новое декадентское направление в искусстве и тем не менее практически все произведения на этой выставке были проданы они ушли в коллекции русского музея в третьяковку к мамонтову морозову и сам дягилев приобрел несколько картин для себя чтобы поддержать это новое направление в искусстве дягилев со своими друзьями детства организует новый журнал журнал мир искусства это теоретическая площадка для выражения новых художественных амбиций вооруженная отличными репродукциями и статьями передовых искусствоведов того времени выставки журнала мир искусства покажут уникальное видение которым обладал дягилев он будет стремиться соединить искусство в единый хэппининг выставки которые он устраивал принципиально отличались от традиционных выставок которыми привыкла публика того времени потому что в те времена выставки были очень прямолинейны у них была тема картины объединялись в какую-то тему например искусство какого-то художника или искусство какой-то эпохи или искусство какого-то жанра после чего картины просто развешивались в ряд на белых стенах дягилеву этого было мало оформление зала играла огромную роль зрители не просто входили в помещение они погружались в особую атмосферу где все от цвета стен и музыки до цветов в вазах подчеркивали впечатление от картин его дизайн экспозиции был отдельным предметом искусства он разрушал стереотипы и он разрушал границы искусств он объединял разные виды искусства в одно огромное впечатление это был абсолютно новаторский подход к организации выставок и он был замечен как критиками так и публикой до дягилева зритель интеллигентная публика точно знали что к примеру репин и серов это искусство а сомов или бакст это не искусство они отделяли настоящее искусство от прикладного людей которые писали картины маслом и людей которые рисовали виньетки в книгах точно также они прекрасно знали что художники пишут картины а декорации в театре молюют какие-то мастеровые дягилев разрушал все эти стереотипы каждым своим новым предприятиям он первым решил что это нормально и желательно привлекать настоящих художников к низменным оформительским работам и будучи чиновником по особым поручениям при директоре императорских театров он превратил банальный театральный ежегодник фактически это было просто справочник спектаклей которые предстояли на предыдущий год он превратил его в роскошное и очень интересное издание которое сопровождалось большим количеством иллюстраций к примеру портретов знаменитых артистов которые были в свою очередь нарисованы знаменитыми художниками такими как серов и репин он сопровождался аннотациями написанными искусствоведами и театралами в этом справочнике публиковались эскизы костюмов и декораций фактически после того как его вышвырнули из музыки он больше не признавал границ искусств но его подход вызвал очередной уже не первый в его недлинной карьере скандал и увольнение с поста запретом занимать какие бы то ни было другие должности государственных учреждениях но дягилев не был бы дягилевом если бы он не воспринял этот провал как повод для очередного триумфа фактически каждый раз когда его отбрасывала назад он использовал это как повод разбежаться как следует и прыгнуть еще дальше поняв что русское начальство от искусства никогда не будет мыслить с ним заодно дягилев решает бросить свои силы на просвещение зарубежной публики он решает познакомить европу с российским искусством раз уж россия не хочет знакомиться собственно в те годы в париже параллельно с традиционным парижским салоном ежегодной выставкой классического искусства и выставкой отверженных там где выставлялись импрессионисты и другие модернистские художники существовал так называемый осенний салон осенняя выставка альтернативного искусства в которой демонстрировалась не только живопись но и другие виды искусства декоративно прикладное искусство там устраивались музыкальные концерты и так далее и дягилев решает присоединиться к очередному парижскому осеннему салону с выставкой русских художников он вывозит в париж выставку два века русской живописи и скульптуры она открылась в октябре 1906 года и несмотря на свое название эта выставка начиналась с икон 15 века и заканчивалась современными художниками модерна такими как врубель и коровин половину экспозиционной площади занимали произведения созданные за последние 15 лет отзывы художественной критики оказались более чем благоприятными а для большинства парижан русская живопись стала настоящим открытием 10 художников среди которых был врубель бакст бенуа грабарь ион и ларионов были избраны членами общества осеннего салона с правом вне конкурсного участия в их выставке парижский салон традиционно сопровождал свои выставки камерными концертами и дягилев помимо художников и картин привозит с собой в париж несколько российских музыкантов и концерты российской музыки стали отдельным самостоятельным событием в культурной жизни парижа это был неожиданный успех но дягилев немедленно начинает настраивать на этом успехе на сергея нахлынули воспоминания детства музыкальные концерты в доме его родителей в перми он вспомнил что он не просто любит музыку что он собирался посвятить ей свое будущее и он загорается идею строить в париже и вообще в европе специальный большой концерт русской музыки используя свои обширные связи с музыкальным миром не только россии но и вообще европы он собрал лучшие силы в программе концертов прозвучали произведения глинки бородина и балакирева мусоргского чайковского римского корсакова глазунова и танеева в печатной программе концертов дягилев поместил биографические сведения об композиторах и их портреты созданные ведущими художниками и русская музыка в таком объеме оказалась подлинным откровением для французов результатом этих концертов он был вполне доволен потому что парижская опера заинтересовалась русской оперой и на следующий год дягилев решает привести в париж большую русскую оперу выбор оперы которая должна была бы фактически представлять все российское сценическое музыкальное искусство в париже и в европе был очень непростым сам дягилев первоначально планировал постановку двух опер он надеялся что он поставит бориса годунова на русском языке и садко на французском при этом царская семья которая в те годы была одним из основных спонсоров его начинаний царская семья считала что нужно вывести евгения онегина недаром двух царевин звали татьяна и ольга но дягилев настоял на борисе годунове более того он настоял на том чтобы эта опера была поставлена как можно более шикарно бенуа вспоминал на сей раз он овладел тот поглощающий близкий к мономании энтузиазм который овладевал им каждый раз когда перед ним вырастала какая-либо новая задача причем его не только не отпугивали трудности и решения а напротив они еще больше его манили и прельщали дягилев взялся за постановку бориса годунова очень масштабно он отправляет билибина в специальную этнографическую экспедицию по россии для сбора материалов на основании которых были бы сделаны костюмы билибин ездил по деревням и собирал у бабок кокошники и сарафаны их прабабок из результатов этой экспедиции сделали отдельную выставку в эрмитаже и оперный сезон 1908 года будет считаться первым настоящим русским сезоном в европе шаляпин ставший после этого года хорошим другом дягилева потому что чтобы дружить дягилевом нужно было быть человеком такого же масштаба и такой же силы воли так вот шаляпин стал просто всемирной суперзвездой французское правительство отметила выдающиеся заслуги шаляпина его присвоили звание кавалера ордена почетного легиона успех бориса годунова в париже был оглушительно и дягилев надеялся на следующий год привести не только оперу но и балет предполагалось что оперные балетные постановки следующего русского сезона в париже будут чередоваться поначалу дягилев не думал что ему придется сделать ставку на балет он вообще считал это рискованным предприятием он говорил что французы не интересуются балетом кроме того они привыкли что мужские роли в балетах исполняют женщины травести они вообще не привыкли к мужчинам танцовщикам и никто на балет не пойдет но внезапно царь николай второй отказывает ему в своем покровительстве более того он настаивает чтобы никто из членов царской фамилии не поддерживал затеи дягилева который с его точки зрения позорит россию за рубежом императорский театр отказался выдать ему на прокат костюмы и декорации ему не удается заключить контракты с певцами и получается так что единственное что он может представить в париже на следующий год это русский балет и несмотря на то что дягилев считал это очень рискованной затеей он делает ставку на балет дягилев поставлен в известность о прекращении покровительства и выдаче декорации костюмов но он все же продолжает дело на совершенно частных началах и считает антрепризу вполне удачный и без покровительства и весело и бодро продолжает дело докладывали царю и вскоре по приказу министерства двора от каждого артиста ангажированного дягилева взяли подписку что он не будет в случае неудачи антрепризы обращаться за каким-то пособием императорское королевское посольство или в консульство в париже но в ответ на эту провокацию артисты только сильнее сплотились вокруг дягилева артисты русского балета покорили парижа великолепная анна павлова исключительно изящная корсавина и разумеется вацлав нежинский парижане никогда не видели танцовщиков балета такого уровня нежинский впечатлил не хуже шаляпина нежинский от природы обладал исключительными физическими качествами он был выдающийся артист и кроме того он делал некоторые трюки которые воспринимались просто как чудеса акробатики нежинский прыгал очень высоко и казалось что он зависает в воздухе игнорируя земное притяжение люди не верили что в сцене нет специальных подбрасывающих устройств они проверяли его туфли нет ли в них какой-то специальной гуттаперчевой подошвы он сам придумал очень эффектный уход из-под отруа где он вообще-то нормальным образом должен был бы убежать за кулисы вместо этого он сделал огромный прыжок и он оказался за кулисами на самом пике параболы то есть из зрительного зала никто не видел как он приземлился и ощущение было такое что он просто улетел за сцену то что была сделана ставка не просто на танцовщиков мужчин но еще и в партиях которые принципиально не могли бы исполняться женщинами задала тон русского стиля балета половецкий танец на фоне декорации сделанных николаем рерихом впечатлял противоположностью от традиционной изнеженности и женственности классического балета это был огромный и абсолютно не гарантированный успех после окончания сезона дягилев расплатится со всеми сотрудниками от ведущих исполнителей до монтажеров сцены это было более чем 300 человек но после этого он окажется на грани разорения несмотря на то что его спектакли имели огромный зрительский успех и собирали полные залы дягилев периодически оказывался без средств его постановки не носили серьезного коммерческого смысла он тратил на постановки так много он совершенно не считался с расходами и в результате он с трудом мог свести концы с концами своей интерпризе его отдельным талантом было продолжать находить спонсоров несмотря на то что его предыдущее начинание было коммерческим провалом и когда на следующий год николай второй сначала даст ему денег потом заберет эти деньги дягилев полностью сделает ставку на балет в начале 11 года вацлава нежинского уволят из императорского театра и дягилев решает перестать полагаться на российские театры с их администрации и с их примадоннами и организовать собственную постоянную труппу он не имел своих средств но он всегда находил спонсоров и поэтому он мог позволить себе не только содержать большую труппу но и создавать новые спектакли и делать по своему усмотрению заказы любым композитором хореографом и художником которых он считал необходимыми для успехов и новая труппа получила название русские балеты сергея дягилева и в начале марта 11 года она отбывает в монте-карло монте-карло становится его штаб-квартирой на многие годы 12-13 годы станут переломными в антрепризе дягилева прежде всего по причине того что его хореографии наметился серьезный кризис после ухода фокина и дягилев идет на большой риск позволяя своему ведущему танцовщику нежинскому заняться постановкой балетов еще за год до этого на одном из симфонических концертов зале дворянского собрания дягилев был потрясен впервые исполняемым сочинением фантастическим скерца игоря стравинского он немедленно настоял на том чтобы познакомиться с молодым композитором и сходу предложил ему сотрудничество игорь стравинский станет одним из тех кто сформировал класс и стиль русских сезонов это был один из тех людей на которых дягилев сделает ставку и которым он даст шанс несмотря на то что его искусство в тот момент еще далеко не было понято и оценено большинством в тринадцатом году дебютирует балет весна священная на музыку игоря стравинского в постановки васлова нежинского это было абсолютно модернистское произведение не похожее ни на что что было до этого как балетмейстер нежинский был огромным коммерческим риском но дягилева это никогда не смущало еще большим коммерческим риском был стравинский этот композитор новатор я человек далекий от музыки я ничего не понимаю в музыке и на мой взгляд граница когда оркестр настраивается перед спектаклем и потом начинается увертюра к весне священной я этой границы практически не слышу и в двенадцатом и тринадцатом году большинство публики были такие как я премьера весны священной превратилась в колоссальный скандал люди не просто вставали и уходили из зала они кричали они бросались в артистов предметами во-первых никто не считал музыку стравинского музыкой а когда начался балет в постановке нежинского люди подумали что одними издеваются потому что то что они видели на сцене не выглядело с их точки зрения балетом это вообще не выглядело как танец и ничто из этого они не могли назвать красивым это были какие-то странные конвульсивные ужинки и прыжки под музыку которые они слышали как полную какафонию но люди с видением и без предрассудков оценили этот риск и это новаторство вторую хореографическую попытку нежинского миниатюру послеполуденный отдых фавна чья хореография необычная минималистическая сильным элементом подтомимы была вдохновлена профильными рисунками сиантичных вас и фресок так вот послеполуденный отдых фавна просто сочли несмешной грубой порнографии это не изящное клого и неглубокое произведение писала газета фигаро мы имели тут неподходящего фавна с отвратительными движениями эротической животности и жестами тяжкого бесстыдства но диагелев не сдается он воспитывает вкусы публики через косность и сопротивление и теперь и весна священная и фавн являются признанными шедеврами сценического искусства и постепенно постепенно он формировал новые вкусы и привыкал людям видение современного балета и вкус к современной нестандартной не классической классической музыке его не остановит ничто не мировая война не социалистическая революция не тяжелая болезнь он будет продолжать зажигать новые звезды помогать им создавать маленькие большие шедевры которые до сих пор восстанавливают и играют на сценах всех ведущих театров по всему миру дягилев даст шанс леониду мясину и сергею прокофьеву сержу лифарю и джоржу баланчину который из его танцовщиков поднимутся до основоположников национальных балетных школ баланчин американской а лафарь французской несмотря на свой ужас перед путешествиями по воде потому что в детстве ему гадалка предсказала смерть от воды дягилев сопровождает свою труппу в америку и русский балет дягилева в америке будет иметь оглушительный успех потом он вернется в европу и декорации для его спектаклей будет писать матис и павло пикассо умер он тяжело у него был диабет он знал об этом и он не лечился и в конце концов он допрыгался до фурункулеза который привел к заражению крови и дягилев умрет в венеции которую он очень любил в возрасте 57 лет его похоронят там же на его надгробии рядом с его фотографии почти всегда лежат балетные туфли и чтобы их не унесло ветром их набивают песком а музыка к балету весна священная стравинского станет одним из 27 музыкальных произведений записанных на золотой пластинки вояджера первой фонограммы отправленной за пределы солнечной системы для внеземных цивилизаций это был рассказ о человеке зажигавшим звезды сергей дягилев обладал особым талантом видеть талант других людях кроме того у него была исключительная смелость духа которая позволяла ему делать ставку на людей которым нужно было дать шанс которым нужно было проявить доверие людям которые представляли собой коммерческий риск которые не гарантировали вам успех но дягилев постоянно раз за разом давал этим людям шанс и благодаря ему мы сейчас знаем таких людей как стравинский как нежинский как прокофьев если бы не он эти люди может быть не добились бы такой известности такой славы и наше представление о классическом искусстве было бы совершенно другим потому что некоторым людям людям которые делают что-то абсолютно новаторское и непривычное нужно давать особый шанс дать им возможность проявить себя несмотря на то что может быть то что они сделают будут вначале освистано и осмеяна как картины врубеля как весна священная но впоследствии мы изменим свое мнение мы большинство привыкнем к тому что границы искусства как мы его знаем были расширены границы прекрасного как мы его себе представляем будут расширены и буду включать в себя другие новые горизонты новые интересные вещи которых не было раньше которых не было до этого и в этом значение сергея дягилева не просто в том что он продемонстрировал русское искусство европе а в том что он расширил границы искусства как такового для нас всех на сегодня у меня все спасибо вам за внимание если вам понравилось это видео не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал всего вам доброго до свидания